Так, ну, в общем, давай, поехали, здесь у тебя 35 раздач, и, как обычно, анализ я первый, то есть щелкаю и комментирую, и там и подобное. На самом деле, вот, первая ситуация, стус валет, уже интересная, во-первых, хочу спросить, почему ты не трибетишь в данной ситуации, тебя хочу спросить. Ну, вообще, я, как бы, обычно стус валет в трибет, что в данной ситуации не могу точно сказать, может, потому что сейчас трибетил за этим столом и не стал этого делать. Ну, смотри, здесь какая ситуация, я вижу то, что при флоп прейзер очень часто сдаётся на трибеты в целом, то есть там 67% и 100% показано, то есть любит сдаваться. Да. И дальше от него сидит рыба, 63-0 снато, то есть это получается, как говорится, ну, наипростейший изолейт, то есть с целью, чтобы выбить регуляра. Само собой, и остаться один на один вот с этой вот рыбой 63 на 16. Так что, например, флопе начнём с того, что нужно было, конечно же, трибетить. Да, ты говорил, я просто, наверное, в этой данной ситуации часто трибетил, и поэтому... Ну, какая разница, это, ну, то есть если ты даже часто трибетил, не часто, ну, сейчас идеальная ситуация для того, чтобы тебе остаться один на один с рыбой. То есть если бы сейчас это был бы трибет от один на один с рыбой, вот, допустим, таким же флопом, ну, розыгрыш, сам понимаешь, вообще элементарный. То есть играли бы там, как постарались бы на стэ. Вот. Сейчас же такая ситуация, что стус валет, ну, смотрим дальше, коллируют, я бы сейчас не рейзил бы, но если это обычный банк, как сейчас, просто колл. То есть, ну, тут смысла особо много рейзить нету, потому что дальше, если с тобой начнут выставляться какие-то руки от регуляра, это, очевидно, будут либо сыты, либо какие-то там оверпары, типа вальты, дамы, короли, тузы. Поэтому я бы сейчас просто коллировал бы. Да, так как делал. Да, всё верно. Выходит одна черви, все чекают, само собой стандартный сейчас цебет в районе 6-7 долларов на вэлью. Вот это я и хотел спросить. Сколько, чтобы люди не скидывали, здесь лучше ставить. Вот я поставил поменьше, и то они не скинули. Поскольку здесь регуляр чекнул, регуляр чекнул, по большому счету, это чаще всего от него будет именно, ну, чек-фолл. То есть, если ты статы не менял, то это, по идее, 50% у него в данном случае, это показатель, но рук не так много. По идее, сейчас регуляр здесь будет часто очень падать на любую ставку, что 4 доллара, что 6-7. И твоя основная задача, это сейчас вылюбетить именно, ну, скажем, рыбу. То есть, вылюбетить, и рыбе там по барабану заколит она и 4 доллара, и также она заколит и 6-7, по сути дела. Ну, в данном случае я бы составил бы однозначно долларов 6-7. Вот, как я и сказал, регуляр упадет на любую ставку, а с рыбы ты, ну, то есть... То есть, упала, да, но она бы так бы и упала на 6 и на 7 долларов, получается. Просто с рыбы тебе нужно больше добирать. То есть, ну, однозначно здесь бэд долларов 6-7 натернет. Ясно, поехали в следующую игру. Я бы... Потому что, смотри, когда ты, еще раз повторюсь, по поводу предыдущей раздачи, когда ты там ставишь вот такой 3.75, если там у регуляра, предположим, вдруг есть сет, то ты ему даешь, ну, хорошие шансы по тотсе на ловлю фулхауса. Вот чем еще суть. Так что, а когда ты... Ну, у него там сет-то может быть, теоретически, если он играет чек, это с его точки зрения правильная игра. И когда ты ставишь 3.75, ты просто даешь отличные шансы на ловлю фулхауса и так далее. Вот. Ну да, да. Короли открылись. Я больше это самое думал про... Ну, про это, про фулхаус понятно, что дает отличные шансы, но если мало ли какая-нибудь небольшая пара, то же там явно, когда флэш на ловке закрылся, мало кто будет скалировать. Ну, я понимаю, о чем речь, понимаю, что ты пытался там еще добрать, может, со средней пары, но, на мой взгляд, опять же, поле как бы в целом настолько слабое, что зачастую там, скажем, даже в среднюю пару, допустим, десяток вольтов каких-нибудь, может быть, девяток, допустим, с одной червиной, либо даже без, ну и опять за 6 и за 7 долларов осили в целом. Так что, ну, как бы нормально ставка 6-7 по всем понятиям. Здесь следующая раздача. Короли, ты ставишь цбет, тебя калируют, окей. Дамы это являются бланковой картой, по большому счету, снова цбет. То есть тут ты ставишь до тех пор, пока тебя не зарейзит. Все просто. Сейчас цбет 2.50, все верно, он тебя калирует, это вообще все супер, выходит туз и, в принципе, чек. Но, по большому счету, если, конечно... Ну, вот, да, в этом вопрос и был, надо ли забирать здесь. Ну, если заморочиться, если заморочиться и попытаться, типа, добрать вэлью там с король 10, с валет 10, но я не верю, что парень по третьей паре здесь... Ну, допустим, ты даже если поставишь сейчас 3 доллара, ну, я слабо верю, что тут закалируют, скажем, рука, типа, там, валет 10, либо король 10. То есть черевая... Я больше испугался руки какой-нибудь двух пар, или что ему там было какой-нибудь туз 6, туз 7, и в итоге доехал трех пар. Ну, вот, нет, 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 нам сейчас беспокоиться о руке сильнее смысла нет. Мы должны задуматься, есть ли здесь вэлью с рук хуже. Соответственно, теоретически, как бы, я не верю в это, скажем так. То есть руки хуже есть, это король 10, валет 10, но то, что они нам заплатят, я не верю. Соответственно, поэтому ставить, на мой взгляд, здесь не стоит. Просто чек, все верно. Ну, то есть, допустим, даже дамы валет оказались, конечно, к удивлению, не очень вписываются в его розыгрыш, но, как бы, ну, я за чек в данной ситуации на ривере. Тоже, как бы, ну, верно соберусь. Туз валет. Здесь колл нормально, потому что парень сдается 3-бетить, смысла нету, коллирует еще один. Ставит он очень мощно. Цбет у него, стоит посмотреть против двоих оппонентов, 65%. Ну, это уже, в принципе, это раздача, что я засчитал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда? Не думаю. Стандартный колл, ну, конечно, резить не стоит. Второй падает, приходит десятка, смотрим, что он делает. Он ставит снова мощно, я бы здесь не коллировал бы. Объясню. Ну, да. Почему? Потому что ловить здесь стрит смысла нету, он нам его не оплатит. Ну, очевидно, у него сейчас рука, ну, либо сет, либо две пары, либо тот же самый стрит. То есть, явно, как говорится, ну, ну, не хуже нашей, это однозначно. Поэтому, ну, колла здесь никакого я не вижу, то есть, ради короля, либо там восьмерка. Сейчас и дверь закроется, послушайте. Пошуми. Да, в этом вопрос и был, надо ли коллировать терн, потому что я его заколлировал, в итоге стрит не доехал. И ты упал на ривере, да. Да, я больше, чем уверен, что после такого сайдинга на терне, он однозначно будет ставить и ривер в бланк. А если ставит он такой терн с одной парой, то явно у него кикер старше моего, там, король. Я даже тебе скажу, мне кажется, он стуз-король бы здесь на терне так много не ставил бы. Ну, потому что доска очень опасная. Однозначно, если он так вот ставит на терне, это, скорее всего, ну, реально сет. Ну, либо тузов, либо девяток, либо дам, либо какой-то там две пары. Так что я за фолт на терне. Как бы, опять же, довольно-таки реально простой фолт. Грубо говоря, ты можешь, кстати, вот сейчас займемся этой интересной темой, если у тебя есть ручка. Давай запиши вот эти вот 7,50 долларов, ну, в минус. Ну, для себя мы просто в конце урока посчитаем, сколько денежек, так скажем, потенциально утекло, где могли бы, ну, раньше... Там уже можно в сторону подвинуть и еще написано, сколько там потенциально утекло, в минус две тысячи. Это за 35 рук ты имеешь в виду, 283? Ой, да, 283. Ну, не-не-не, это как бы... Стой, 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 не двигай. То есть не факт, что там... Были ошибки, а, ну да, ясно понял. Я же тебе говорю, не факт, что там будут ошибки. Угу, угу, да. Так что... Минус 7,50. С половиной. Да, если у тебя есть, записывай куда. Хорошо, записывай. Итак, изолей, все верно. Колируют, приходит такая доска, все супер. Ну, ЦБ 2, 220, все стандартно. 2,10. У нас колируют. Семерка. Опять же, это бланковая карта по большому счету. ЦБ 5. То есть мы защищаемся против флэш-дроу. Волюбетим вальтов. 5 долларов. Ну, 5,70 даже можно против рыбы. Он колирует. Отлично. Восьмерка. Однозначно волюбет ривер. Он чекает. Однозначно волюбет ривер. 100% в долларов 12. То есть конкретно против там любого валет икс. То есть можно 12-14. Даже 14 сможет. То есть если мы оппонента кладем здесь, допустим, на валет 10, валет король. Да не важно. Валет икс. То он заплатит здесь и 12, и 14. Я за однозначно волюбет ривер. Если он оскалирует, допустим, и показывает там вдруг две пары, ничего в этом страшного нету. То есть... Ребята... Скажу так. Если ты сейчас не поставишь волюбет на ривере, я скажу, что это плохо. Ну, то есть это будет реально плохо. И ты же... Бет. Ну, что это за Бет 6,45? Ну... Испугался двух пар. Так если ты испугался двух пар, так чекай. То есть если ты боишься, так чекай. А если ты волюбетишь, так... Ну, вот, допустим... Он довольно-таки это самое... Так играл, что терн обычно все скидывал. Да, ну нет. Понимаешь? Нет. Сейчас такая ситуация. Если у человека сейчас есть валет икс, он никогда его на терне не скинет. Даже если он до этого что-то скидывал. Представь, у него сейчас валет король. Дама валет. Туз валет. Там, я не знаю. Валет 10. Он залимпил. Ну, это свойственно парню. Ну, да, логично. Ну, ты за то, что здесь все-таки забирать валета... В принципе, я тебе могу сказать. Запиши сюда. Вот сейчас он тебя калирует. Ты сейчас, допустим, не знаю, выиграешь эту раздачу либо проиграешь. Запиши, пожалуйста, сюда сейчас где-то... Ну, допустим, пускай будет 7 долларов проигрыша. То есть, я не знаю, выиграешь эту раздачу либо проиграешь. Это не важно. Прейграем. Запиши сюда 7 долларов проигрыша, потому что ты не добрал в этой раздаче. С валет X. То, что ты сейчас проиграл меньше, ну так вот меньше, это, скажем, единичный случай. А на дистанции ты здесь будешь огромное количество раз не добирать. Поэтому, ну, моя тебе рекомендация, запиши сюда 7 долларов, как недобор. Чтобы, ну, быть, опять же, честным. Окей, вышла такая ситуация, чек-колл. Ой, не надо здесь домкбетить. Зачем? Вот, да, да, да. Зачем? То есть, когда ты здесь домкбетишь, ты позволяешь оппонентам сразу же тебя зарейзить с флэшом, со стритами, там, ну, с этами лучше. Ну, реально, косяк. Как насчет дро? А, что? А как насчет, если ни у кого нету готовой руки, но дро полно? Ну, тогда, как бы, играешь аккуратно, просто у тебя, понимаешь, сейчас на доске здесь, извини меня, там, я не знаю, десятый нац. То есть, огромное количество здесь рук тебя бьет. У тебя десятый нац, и на стек здесь точно выставляться не стоит. Ну, вдруг, если себе предложат это. Поэтому здесь лучше играть чек-колл, ловить свой, там, какой-то фулл хаус и так далее. Ну, у меня мысль была больше выбить именно. Ну, смотри, мне просто интересно, вот ты ставишь 360, и тебя сейчас хопа кто-нибудь срезит 9. Что ты будешь делать? Фалдить. Ну, тогда как-то, бля, фалдить сет 9 это что-то такое, ну, странное, скажем так. Опять же, если тебя коллируют, это не значит, что ты сейчас впереди. Ну, он просто может слоу-плеить свои, там, ну, флэш нацеры. В общем, ты предлагаешь такой ситуации слоу-плей, да? Это не слоу-плей, это не путай, это подконтроль. Слоу-плей это когда у тебя есть крутая рука, и ты ее слоу-плеишь. А подконтроль это подконтроль. Когда ты не разгоняешь башню. Подконтроль лоб, и с таким терном, что делать? Все, чек-пасс. Что тут делать? Чек-пасс. Тут нечего уже делать, все, фол. Ну, в принципе, если... Треть смысла тоже, да? Ну, я на фулл хаус больше. Я бы здесь даже... Ну, а тут у меня была мысль такая, что треть может... Или это самое, невыгодно. Треть не фулл хаус. Понимаешь, то, что тебе выгодно, это выгодно. Ну, сейчас тебе ловить фулл хаус выгодно. Но здесь в чем беда? Здесь беда в том, что у человека сейчас может быть запросто валет бубей. Ну, то есть у него сейчас реально в диапазоне нормально здесь может быть стрит флэш. Валет бубей вообще элементарно вписывается. Вот, и даже если ты поймаешь фулл хаус, это тебе будет, ну... Ну, косяк. Поэтому здесь я бы не стал бы этого делать. Я бы не стал бы 4.50 здесь платить, я падал бы. 4.50 запиши. Скажем так, если уж. И вот стал, поехали. Дамы валет колл, без позиции. Вышла такая штука. Ну, два варианта есть событий. Я бы точно здесь не коллировал бы. Единственное, это поставить донгбет доллара три. И дальше смотреть на ситуацию. Но чек-колл мне здесь совсем не нравится. Потому что мы никакой информации с этого не получим. Если уже пошла такая пьянка, вот как сейчас все раскладывается... Ну, наступать тоже нет смысла в этой ситуации. По большому счету, как бы, по большому счету, здесь вот, ну, не будет вообще ни капли ошибки, если ты сейчас прямо, ну, реально, выкинешь. Вот прямо сейчас на флоте. Почему? Потому что... В этом вопрос и был. Надо ли, ну, одну улицу может проколировать маленьким кикером? Нет? Почему? Ну, то есть парень ставит цбет в троих оппонентов. В троих. Ни в одного, ни в двоих, а в троих. Ну, это явно рука сильнее твоей... То есть его диапазон сильнее твоей руки. Если его диапазон сильнее твоей руки... Ну, понятно. А когда один на один... Ну, один на один на такой доске однозначно донгбетил бы, предположим. Ну, либо там чек-колл, но лучше донгбет защищаться. Ясно. В общем, я это все так и сделал. О, молодец, то, что упал. Это молодец. Это реально похвалил. Да, вопрос был такой, что, может, был смысл одну улицу проколить? Ну, еще ставка такая немаленькая. Если бы еще полбанка был, например, может, был бы смысл одну улицу, да, полбанка? Ну, я слабо представляю вообще такую ситуацию, что кто-то в такую доску поставит полбанка. Это какая-то... Может, это даже опаснее, что с сутом так стараются. Ну, не знаю, не знаю. Так, какой-то фиш. Рейзит очень много, ставит. Я бы не заморачивался, я бы, наверное, выкинул бы. Почему? Ну, потому что сейчас у тебя не шесть аутов, по большому счету, а четыре. Ну, потому что я бы Буби, как бы, ну, стрёмно было бы здесь сейчас видеть, допустим, короля Буби. Короля Буби, либо даму Бубей. Ну, короче. Верни-ка на... Подожди, можно я сделаю, да? Да, да. Он сделал рейз 6. Вопрос, есть какой-то смысл? Он, видишь, так это... Здесь есть смысл калируют, либо даже лайтово затребетить. Затребетить, да, скорее, если он никогда не сдаст. Лайтово, то есть, где-то там, допустим, четыре доллара. Типа четыре бакса, может быть, да. Можно, да? Да, да, конечно, тут пас. Ты же без позиции, и потом, в итоге, с малоздающимся фишом оказываешься. А, так и здорово, если он не сдаётся на твои... Ну, то есть, понимаешь, его сейчас диапазон открытия с его позицией, ну, то есть, слабее, чем твоя рука, ну, в целом. Ну, ясно, на вылью, трибетить, смысл есть на приплопе, но ставят, и наступать при этом не надо, если не попало, если сам ставит, сдаваться. Ну, не, наступать, в плане, цбет стоит ставить в сухие доски и в хорошие доски. Ну, то есть, нормальный... О, а это что за кол без позиции? Однозначно, трибет, что за цирк? Это реально цирк, это реально цирк, стузкорольные простейшие трибет без позиции, то, что ты сейчас делаешь... Да, я что-то тут тоже не помню, как делал, не могу сказать. Реально, даже я вижу, что парень играет пятнадцать на двенадцать, но без позиции стузкороль ты себя в задницу загоняешь. Потому что у тебя нет ни агрессии, ни позиции, это реально задница. И дальше что-то ты будешь? Донкбет ставить, окей, нормально, он калирует, снова донкбет на терни в любую карту, доллара четыре я поставил бы. Ну, реально, ты делаешь тут какую-то вообще неописуемую линию, какой-то кол на при флопе, донкбет на флопе как бы верный, потом какой-то снова чек на терни, ну что это за линия? Так в покер не играют, так, я не знаю, дела не делаются. Тут какой-то кол на флопе... Надо две улицы было ставить. Ну, конечно. Вообще, изначально было бы раздача элементарная, если бы это был бы 3-бет на при флопе, ну и тут уже все, чек пас. Короче, раздача сыграна убого, будь добр, запиши сюда долларов шесть. Ну, потому что ты на при флопе не затри бетил, там, на флопе то, что ты поставил цбет, как бы это верно, но ты его не подкрепил цбетом на терни, то, что надо было делать, цбет на терни, и, короче, в итоге просто подарил человеку, скажем, шесть долларов. Абсолютно. То есть, ну, понимаешь, как бы, сам вспомни, как ты, вот, обычно бывает выигрываешь деньги. Неужели вот такими вот какими-то кривыми линиями, непонятными, загогулиными, ну, можно что-то результата хорошего добиться. Все как бы гораздо, даже, скажем, на низких лимитах проще. То есть, сильная рука, три бет на value, бет, бет, бет в удобные флопы, и, ну, все просто. Они какие-то там, пассивно, вот у тебя была, как вот линия была, пассивно на при флопе, агрессивно на флопе, пассивно на терни, что за перепады какие-то непонятные. Ну да, здесь я что-то не помню, почему я тоже не стал три бетить, надо было, да, согласен. Флоп, кол, все верно, уходит король, дальше он чекает, чек, смысла ставить нету, ну, нету реально смысла здесь ставить. Если у тебя рука сильнее, то ты и так впереди, если у тебя рука слабее, он сейчас тебя просто либо заколит, либо зачекрейзит. Ну, да, вот я, да, поставил, как бы, и смысл там изображать дам, или там добирать флэш-дро какого-нибудь, тут нету, то есть. Нет, ну, в смысле, еще, потому что если у него рука слабее, он сейчас упадет, и ты и так впереди, зачем здесь выбивать руку слабее? Ну, то есть, если бы у него было здесь флэш-дро, либо бэкдорный стрит-дро, он бы сам сейчас ставил бы. Соответственно, если он сейчас играет... Может выкинуть, выкинет, испугаясь дам. Что он здесь может выкинуть? Единственное, что он здесь может выкинуть, это, теоретически, пару девяток, десяток и вальтовок. Ну, вот, у него пара десяток и оказалась, и я проиграл, я их попытался их выбить. Ну, понимаешь, это три руки, которые ты, в принципе, можешь, как бы, типа, заблифовать и выбить. Зато здесь реально гораздо больше рук, ну, просто реально, которые ты бьешь. Которые реально ты бьешь, и... Ну, я не вижу смысла здесь вкладывать эти деньги. Понял, в этом вопрос угол. Можно ехать дальше. Ну, хотя, хотя, если сейчас рассудить с другой стороны, в стиле, если, понимаешь, если ты реально, как бы, ну, как тебе сказать, если ты хочешь выбить и слабейшие руки, вот эти вот всякие, там, пустые... Десятки, да. Ну, нет, я имею в виду вообще пустые. И если ты хочешь еще ко всему выбить и десятки, типа с вальтами, ну, понимаешь... Или при этом еще плюс можешь добрать флеш-дро, который он может прийти, ну, по идее, да, по идее, да. С этой точки зрения, да, но тогда я тебе советую в таких случаях, если ты хочешь что-то выбить, в первую очередь, обрати внимание на венту шоу-даун оппонента. То есть, если у оппонента, вот смотри, допустим, сейчас будет, ну, я не хотел открывать, это ты, наверное, открыл, или я, я не знаю. Короче, в чем суть? Если у оппонента венту шоу-даун маленький, то есть процентов 25-24, то тогда ставить стоит. И тогда ты вальты, десятки, девятки выбьешь. Когда у оппонента венту шоу-даун 27 и выше, вот как сейчас, ну, это реально те ребята, которые, ну, прут до шоу-дауна. Понимаешь? Да. То есть, если бы я здесь и принимал бы решение о выбивании, я бы обратил бы внимание на два стата. Первый стат – это чек-фолл на терне, видишь, 33. Это маленькое показание, ну, значение, сам понимаешь. И венту шоу-даун. То есть, увидев эти два стата, я бы здесь не ставил бы. Потому что парню свойственно играть чек-коллы. Ну, то есть, статы за него говорят. Ну, да, да, ясно. Так что, то, что ты сейчас поставил, это, скажем, не ошибка с точки зрения теории, но она ошибка с точки зрения статов. Это неподходящий оппонент для этого действия. То есть, ты сказал, 27% – это довольно-таки много, да? 27% и выше, да, это уже для регуляра, для регуляра это, ну, на мой взгляд, выше среднего, скажем так. Понятно. Поэтому, в принципе, там 3.50 можешь записать. Так, здесь колл, ничего нету, ну, я не знаю, как. Ну, если сейчас тебе что, или тройка придет на терни? Нет, все прощекали, и я ничего не сделал, потому что много игроков, а был смысл попробовать вывести? Нет, 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 даже тут разбирать нечего. Правильно. Все правильно, сыграл, все, чек, и все верно. Здесь опять, похоже, какой-то сумасшедший будет. Стату сейчас появится. Да, опять же, опять же, 3-бет. Есть ли смысл, да? Донкать здесь, блеф, сухую доску? Нет, донкать смысла нету. А смысл 3-бетить на префлопе, конечно, есть. То есть, 3-бет на префлопе однозначно, а смысл донкать нет. Ну, зря, ну, я не верю, что Фишара тебя сейчас не возьмет. Король-дама же тоже, да, я вот это спрашиваю, как бы, надо ли при этом на префлопе 3-бетить. Ну, сейчас-то очень такая ситуация, что Король-дама абсолютно ничего не ловит, и донкать смысла бы, и там тоже особого нет вроде как бы. Ну, конечно, поэтому лучше, что здесь делать? Лучше вот было бы затрибетить на префлопе, на вэлю, и если пришла бы такая доска, то, конечно, в нее поставить цбет. Ну, это нам, это, то есть, такая линия была бы намного лучше. То есть, 3-бет банки есть. Да, да, цбет, ну, потому что ты, как бы, делаешь 3-бет на префлопе, это сильное действие, агрессия, и плюс потом цбет в сухую доску, это, как бы, ну, нормально. А то, что ты сейчас заколировал без позиций, и сейчас пытаешься вот такие маленькие ставки сделать донк-бет, опять же, это подаренные деньги. То есть, ну, можешь, опять же, писать, там, ну, получается, сейчас смотрим, 4 доллара, получается, ты здесь проиграл. То, что ты на префлопе заколировал, там, доллар 80 без позиций, не очень здорово, и вот этот вот донк-бет 2, это 4. А если бы ты, допустим, сделал бы префлоп 3-бет, там, скажем, доллар 4,5, и потом цбет на флопе, он даже бы тебе дороже стоил бы, это, опять же, на дистанции более, ну, то есть, прибыльная линия, она будет приносить тебе деньги. А то, что сейчас ты сделал на, в целом, это, ну, никуда. По сути, король-дама против всех не сдающихся чисто, не сдающихся чисто на value надо 3-бетить, против одного, двоих, там. Конечно, конечно, десятки пас, все верно. Вот и есть смысл, потому что 4-бет у него небольшой, как бы, да, как бы, я скорее проиграю, вот вопрос именно в том, что, когда вот такой он небольшой, буквально два раза, там, чуть больше двух раз, как бы. Так, какая разница, у него 4-бет просто отсутствует сам по себе, просто пас. Ясно. Большой он там, небольшой, зачем лишние деньги вкладываются, у него, понятное дело, что за рука. И за лейд, все верно, цбет 3, 3.40, 3.40, он сам ставит донг-бет, давай посмотрим его донг-бет. Донг-бет против двоих оппонентов 1%, видишь? Да. Вот, 1% донг-бет, просто заколировал бы, не рейзил бы. Пытаюсь убрать, вернуть, что-либо сделать. Что-нибудь получается? Не знаю. Блин, за их, например. Итак, в общем, здесь ты калируешь, все верно. И калирует еще один фиш, выходит тройка и смотрим дальше, что он ставит, ну, будет ли ставить снова этот парень. Он чекает, это, в принципе, ну, хороший знак, я бы сейчас однозначно защищал бы свою руку и ставил бы долларов 8-9. Ну, здесь стоит бетить, потому что, ну, как бы, когда парень сыграл донг-бет в двоих и потом на терни чекнул, я не верю в его, там, сет либо типа того. То есть, ну, здесь, у тебя тус валет, ну, вышло тройка, это бланковая карта, то есть, объясни, чего ты сейчас боишься, почему ты не ставишь? Ну, то, что у него донг 1%? Ну, какая разница, может, он любит донг-бетить 1%, там, не знаю, ну, с какой-нибудь вялой рукой. Не, обычно тоже ставлю, вот здесь вот не поставил, и в этом нас просто был, да, да. Ну, здесь, значит, бетить 8-9 долларов, если ты получишь чекрей салым от этого и италии андонга, ну, упадешь, тогда ничего страшного нету, ну, то есть, и так далее. Выходит, что, восьмерка. Только ты, значит, думал, там 8 долларов стоит, да? 8, да, доллар 8, опять же, это недобор. Берем, ну, из расчета, что это недобор, и сейчас тебе запросто, ну, допустим, сейчас кто-нибудь поставит те же 8-9 долларов, ты заколешь, и тебя просто, как говорится, покарают дамы 10 какой-нибудь. Не знаю, ну, вот он ставит 5, этот падает, ну, в принципе, что неудивительно, как бы ты должен был добирать. Ну, сейчас ты калируешь, конечно, надо калировать, и в итоге что получается? Дама 10. Отлично, записываю эту раздачу, минус 13. Из чего минус 13 сформировались? То есть, 8 долларов, которые ты не поставил на флопе, я считаю, это как ошибка, то, что ты не поставил, а надо было делать. И вот эти 5 долларов, которые ты просто конкретно подарил и оплатил на ривере. Понимаешь? Ну, он с радостью не скинул бы. Так вот, в этом вся и суть. Ты не находишь разницы? То, что если, когда ты ставишь на терне, и он не скидывает свою даму 10, то ты на этом зарабатываешь. Потому что он тебе платит. А когда приходит восьмерка, и у него закрывается его комбинация, и он ставит, то ты ему уже платишь. Ну, это пробел в 13 долларов в данной раздаче. То есть, ты с него ни копейки не собрал, а он себя собрал. То есть, вот тебе пробел в 13 долларов. Я знаю. То есть, казалось бы, вроде проиграл 5, но ни хера, это не 5 ты проиграл. Гораздо больше. Так. Ну, в принципе, не знаю. Можно коллировать, можно рейзить. Парень, фиш. Оба действия нормальны. Окей, кол. Шестерка. Он ставит пот. Честно сказать, честно сказать, против такого. Нет, я бы, скорее всего, все-таки еще бы заколил бы. Ну, потому что я не очень верю тут в фулл-хаус и в флэш-гро всякие. У него там, по-моему, ума не очень много. То есть, мне кажется, не только тебе стрит поможет, а еще и дамы и валет тебе здесь могут помочь. Ну, в плане как живые ауты. Я бы здесь заколлировал бы, да, и приходит двойка, ну, теперь пас. Теперь пас, да. Ну, и вопрос такой, как бы, особо там колом ходить, если, например, рек тебя там стилит, сейчас-то с такой рукой смысла нету. Вот с фишами надо ли вот так вот колами играть, может, там, как бы, доедет, может, не доедет. Ну, ясно. В общем, есть смысл. Ну, есть смысл именно против таких агрессивных фишей, ну, как этот вот сейчас был. Так, открылись. Я бы в двоих поставил бы ЦБ. Один сдается 75, другой 55. Плюс у тебя гадшоты, плюс доска сухая, однозначная ЦБ на флопе. Два доллара, два десять. Ты чекаешь, вариант. Я на терни поставил, и да, как бы. Ну, как бы, понимаешь, когда ты сейчас ставишь на терни, вот любой нормальный понимающий игрок, любой нормальный... Понимаешь, что короля уже нет? Конечно, конечно. То есть ты сейчас играешь реально на уровне, вот, ну, примитивного, то есть 30 НЛ. То есть то, что ты сейчас поставишь, это как бы верно, это нормально. Потому что у них, походу, тоже ни хера нету. Ну, будь любой там более-менее такой креативный парень, ну, реально у тебя короля нету. Ну, то есть ты сейчас изображаешь максимум, я не знаю, руку типа 5-6, там, не знаю, тус-5, всё. Или ещё какую-нибудь другую херню. Ну, то есть... Может, просто блефуешь. Ну, да, ну, это понятно, что ты просто блефуешь. То есть тут ставить лучше, если ставить, опять же, на терни только где-то, ну, в районе двух. Ну, что, упали, что ли, двое? Ну, конечно, не упал уже один. Поздно пить боржоми. И выходит тройка, и вот полтора, ну, тут он стоит и ты уже падаешь. Ну, записывай, на мой взгляд, полтора доллара записывай. Понимаешь, опять же, вот в чём, блин, проблема. То есть, казалось бы, ты проиграл здесь сейчас на терни полтора доллара. Ну, вот проиграл ты здесь не полтора доллара, а проиграл ты здесь полтора плюс вот этот вот потенциальный незабранный банк на флопе, который ты должен, ну, ставя здесь C-bet на флопе, периодически, как говорится, ну, будешь забирать, потому что хорошая ситуация для этого. А вот. И, то есть, проигрыш, как бы, получается, по факту, типа, полтора, но на самом деле гораздо больше. Так что... Ну, вот вопрос о том, надо было, в общем, ставить два барра, да? Нет, надо было ставить на флопе, два барреля здесь не надо было ставить. На терни чек. На терни чек берёшь бесплатный, там, этот, свой гадшот на ривере и всё. Ну, как минимум, то есть, гораздо лучше ставить флоп однозначно. Всё для этого, как говорится, располагало. Вот здесь такой вопрос, это самое, ну, я правильно понимаю, что... Коллировать стоило? Коллировать можно в находе, да? Конечно, конечно. Ну, да, в этом и было вопрос. У тебя позиция... У тебя позиция... Не изображает там никакого 4 бета, то это у меня есть вопрос. Мелкими парами из-за того, что сумма... Вот один на один, наверное, как бы... Один на один нет. А против... А если два больше, то есть смысл насеплировать, да? Конечно, потому что у них общее количество, ну, то есть, 200 бб стеки на двоих. Плюс самое главное, у тебя позиция на обоих. У тебя позиция на двоих этих игроков, и это, как бы, ну, в целом, довольно-таки легкий кол на сет, скажем так. Угу, не словил сета, никаких донков, полки. Да-да-да, там дальше простой розыгрыш. То есть, исключительно, конечно, на сет, по большому счету, там можно играть. Тут кол без позиции, нормально. Одну улицу коллировать надо, когда... Нет, есть два варианта. Два варианта. Первый вариант – это сразу донкбет, попытаться этот банк сразу забрать. Почему коллировать не надо? Да по той причине, что часто на тернии придет оверкарта, и твоя... Ну, тебя просто выдавят с этого банка. То есть, либо там какая-то доедет ерунда, либо тебя просто, ну, выдавят с этого банка. То есть, два варианта. Либо чек-пасс не заморачиваться, либо донкбет, там, доллара два. Попытаться сразу этот банк своровать. Но вкладывать сюда деньги через чек-кол, на мой взгляд, это... Я чек-пассу сыграл. Пожалуйста, чек-пассу. Ну, очень, конечно, много вероятности, что он там глифует, но тоже коллировать не стоит. Нет, но ставится бетов, твоих компонентов коллировать точно не стоит. То есть, тебе здесь не позволят. Вот, видишь, вышла такая доска, тебе никто не позволит здесь дать чек-пассу. А если один с ним, то донкбетом лучше играть, да? Да, да. И можно донкбет потом и на терни ставить. Донкбет тоже такой, в районе двух баксов, банк-270, да? Да, да. Вот есть вопрос, это самое, вот, Сулскай, да, скорее всего, если я сейчас ничего не поставлю, то он меня поставит, и я это самое выкину. Правильно, так и надо играть. Снова Сулскай, да? Так и надо играть доска скоординированная, и он на такой доске, ну, бля, никогда не упадет на твой цбет. Ну, чаще всего не упадет. Поэтому не надо сюда ставить. Да, сразу чек-пасс, да? Конечно, у тебя ничего нет, и все, чек-пасс. Ну, ты ставишь доллар-двадцать, он никогда здесь не упадет, и он колет, и все, ты сейчас играешь чек на терни, и вот он ставит, и ты падаешь. Ну, записывай доллар-двадцать. Попробовал с ним сразу не сдастся, Сулскай. Потому что он очень агрессивно играл, поэтому попытался один раз вот так вот с ним Сулскай попробовать заприховать. Последнее время, наверное, не очень, на него наступал. Вот, эту игру как попробовать. Здесь очень интересная ситуация. Парень не сдается на цбеты. Двадцать семь и тридцать три. Видишь, да? Доска реально такого формата, что он реально на пять эта фигня вылетела. Так, опять здесь все зависло. В общем, сдается он... Смотри, такая ситуация довольно-таки интересная в 3-бет-поте. Как ее лучше разыгрывать, на мой взгляд. Поскольку парень не сдается, если ты сейчас поставишь цбет на флопе, там, допустим, 3 доллара, он по большому счету никогда здесь в 3-бет-поте не упадет. Поэтому я бы здесь советовал бы. Чаще всего лучше ставить, конечно же, опять же, цбет на флопе, вот эти 3-3.50. Он их, понятное дело, схавывает. И потом в любую карту на терне снова ставить процентов 60-65. Почему? Ну, потому что на флопе тебя будут калиграть реально с пустым мусором. А на терне, в принципе, ну, там есть два сценария. Либо ставить снова второй баррель в него, и он уже будет выкидывать свой этот мусор. Либо на терне уже играть чек-кол. Ну, потому что у тебя сейчас туздама будет чаще, сильнее его, так скажем, того же воздуха. Вот, что я хочу сказать. Поэтому я бы здесь поставил бы, да, вот 3.45. И вот он калирует, это понятное дело, это неудивительно по его статистике. Выходит шестерка, и, в принципе, вот сейчас реально хорошая ситуация. То есть чек-кол бы я бы здесь не играл бы. Почему? Потому что оно как-то, ну, выглядит слабо. А вот долларов 7-8 я бы сюда сейчас снова поставил бы. И он будет огромное количество раз, на мой взгляд, здесь падать. Просто потому что у него, как говорится, ну, во-первых, он просто любит флоутить. Он любит флоутить. Вон, у него уже статистика показывает, что мало, 33 только процента. Да, и поэтому, ну, я бы здесь... Я тоже так попробовал, по-моему, с ним. А, нет, я все. Но ты чек, он сейчас, понятно, сам это сделает, этот флоут, и ты упадешь. Но слишком прямолинейно ты сыграл. То есть он как бы своими статами тебя передавил. Ну, это самое, пытаться даже тех, кто мало выдавливает, это самое, второй баррель ставить. Ну, в 3-бет-поте. Да, и в 3-бет-поте это, ну... А, в 3-бет-поте. В обычном банке? В обычном банке, по большому счету, ну, опять же, есть два сценария. Чаще всего... Ну, то есть, как тебе сказать, если ты видишь, что он и на флопе, и на терне не сдается... Если в обычном банке ты видишь, что он и на флопе, и на терне не сдается, тогда действительно можно не заморочиться и сразу сдаться. А в 3-бет-банке они все-таки на терне будут сдаваться чаще. Потому что там дорого это стоит им. Им на флопе, точнее, в обычном банке им это дешево стоит. А в 3-бет-поте, как ни крути, они уже на терне, ну, не потянут, там, такого размера ставку. Без руки. А здесь все просто. О, ну, что это за ЦБ? О, что это за ЦБ? У тебя сейчас сильно, ну, как бы, в целом нормальная рука. Здесь тебе нужно защищать свою руку, а ты что делаешь? Вот такой ЦБ, $1.80, можно было поставить с рукой, типа, 10.9, там, не знаю, 7.8, там, я не знаю, типа того. У тебя здесь топ-пара, топ-кикер, здесь ЦБ 2.50, как минимум. А ты ставишь... Ну, 7.8, здесь ЦБ можно было поставить. Ну, я образно говорю. Это с чем можно было поставить $1.80. Ну, я, может, тоже что, как бы, чтобы они не кидывали, у них тоже там диапазоны такие конкретные. Так, здесь, короче, $1.80 на флопе и 3.75 на терне, на терне ставка абсолютно ни к чему, это уже того 6 долларов, он себя резит и падаешь, понятно. Ну, стандартно. Запиши здесь еще $6.00. А вообще, вот таких вот малознакомых людей, которые скорее от себя на терне, на опасной такой доске всегда лучше выкидывать, да? Ну, выкидывают всегда, конечно. Здесь начнем с того, что на терне ставить не надо. Ага. Сколько там? $6.00? $6.00. Ну, и теперь посчитай быстренько, сколько там сумма вышла вот этой вот таких непринужденных ошибок. И на этом закончим, как говорится. $20.00, $35.00, $39.00, $52.00, $56.00. Ну, вот, за 20 раздач утекло $56.00, это примерно в твоем случае 2 баина. Вот на этом, как говорится, ну, ошибки, причем, извини меня, мы записывали не такие, что с натяжкой, а самые-самые, ну, простые, которые устранить проще паренной репы. Вот когда их будешь убирать и не будешь так деньги дарить, ну, пустякам, ну, у тебя как бы это твой винрейт и так далее. Поэтому, в принципе, давай на сегодня все. Вот довольно-таки было много, кстати, интересных и таких раздач, скажем, ну, разносторонних, что самое главное. То есть не одинаково, как куча все раздачи были, ну, на разные темы. Это как бы прикольно. Надеюсь, ты что-то для себя там новое узнал и, в принципе, вот отлично получилось.